На Гомельщине протягивается месячник безпеки працы у будовничной сферы. Ягумэта не только выявить недохопы, а лейда помогчий их ликвидовать. У одним из рейда уразом с представниками профсоюза упринял уделы наш корреспондент Олег Синцеров. Наповерно, самое первое, об чем думает обычный человек, когда ему кажутся, что будовничный присутствует без парадок. У половины ступеней этой сопроводы так идеального парадка нема нигде, но деля справедливости не подназначить. С каждым годом порушений становится меньше. Наведение парадку на будовничных объектах – пытание, якому традиционно надается великая увага як будовничными организациями, так и проверяющими органами от Дяж, Бутнагляду до МНС и Минприроды. Питалисты запевнивают парадок на будовлю, кажа б высокой культуры в творчестве, а до якої залежить не только створение беспечных умов працы, але и якость побудованного жилья. На жаль, назвать объект, где у проверяющих не возникает пытание у Нильга. У гэтом годзе из трех несчастных выпадков у будовничной сферы Гомельской в образе два отбалися по вине наймальников. Покупка дешевой спецодежды оборачивается обратной стороной. То есть спецодежда не выдерживает тех своих заданных параметров и быстро изнашивается. Вот сегодня вы сейчас увидели, что у штукатуры в одной выдержала куртка, брюки не выдерживала. Немаловажно сейчас это износ бытовых помещений, которые составляют процентов 80, уже не обновлялись. Еще одно поручение, якое часто означающе, проверяюще. Работники не проходят медицинский гляд перед початком працы. Правда, на этот раз все оказалось в парадку. Начальник участка 185-го будовничного управления Дмитрий Балендрусь не только демонструя алкотестер, но и заповнивая, что этот прибор выкористовывается что день. Предсменный контроль на предмет пьянения или остаточного производится ежедневно, согласно перечня работ, которые имеют повышенную опасность. Работы на высоте, работы с механизмами, работы башенных кранов, стропальщики. Результаты заносятся в журнал с указанием профессии, с указанием показаний приборов. И в течение дня возможен выборочный контроль. Месячник безопасности в будовничной сфере протягнется до 15 мая. До этого часа профсоюзные инспекторы працы наведают все будовничные плясовки, причем максимум и не одно. Задача не только вывезти недохопы, а и помогать их ликвидовать. Мы проанализируем те нарушения, которые будут выявлены в ходе месячника безопасности. И одно из таких направлений, которые уже сегодня мы видим, это с теми мастерами, с теми инженерами по охране труда, которые имеют недостаточный стаж работы, и где мы видим нарушения, мы рекомендуем провести внеплановую проверку знаний, и, соответственно, мы организуем семинар по повышению их квалификации и обучению. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель».